Геннадий Сергеевич, до камеры уберите. Да убрал. Просто понимаете, вы своим поведением, в четверг у нас происходит комиссия, вы вследуете вкладываете видео. Входим, народа принимается устало. Где такое написано? Да вы, вы в видео слоя как в тихушечку снимаете. Я не в тихушечку. Вы видите, я вас предупреждал, что буду снимать. Вон еще одна камера стоит. Мы работали вот со старым проектом. Почему нам никто не сказал, что есть много? А в электронке их смотрели? У меня не было электронки. Я уже объяснял, что я почему-то пропал. И я работал с этим бумажным носителем. И на электрону лично подходила, смотрела у меня. Вот эту сравнительную таблицу. Это было на комиссии. Вы, кстати, не любите записывать члены? А у нас можно увидеть тогда. А можно вопрос тогда? Уважаемые... Уважаемые коллеги, а теперь давайте зададимся вопросом, а что дальше? Вот сейчас звучит мнение, что... Давайте еще сейчас доработаем и так далее. Мы и так с вами сессию не завершили. У нас сегодня с вами второй этап сессии, который мы продолжаем. Сегодня завершилась она. Но не закончили мы ее, правильно? Нет, она завершилась просто не принадлежит. Подождите, она еще не завершилась. Еще один вопрос. Нет, еще подождите. Сессия не завершилась. Мы сейчас обсуждаем пока первый вопрос. И у нас на сегодняшний момент наш с вами город, и так находящийся в непростых условиях, в очень непростых условиях, в конце года финансово, когда сейчас мы уже скоро подойдем с вами к январю месяца, и будет у нас опять жаркое обсуждение, дебаты, тех условиях, в которых мы живем, и в том, что мы оказались. А мы сегодня, понимая и обсуждая, что виноваты здесь каждый сидящий в этом зале. Вот каждый, хоть обижайтесь, хоть одни пришли, другие не смогли, одни не поняли, одни вовремя не объяснили. И здесь получается 100% вина каждого из нас сидящих. Один прочитал, отнесся так и так далее. Есть объективные и субъективные причины для магазина. Но город сегодня, наш, в Республике Коми, мы оставили без тех изменений, которые были даны Минюстом. И сегодня, сейчас мы с вами переносим сессию, ну вопрос переносим на следующую сессию. Если мы смотрим по регламенту, следующая сессия должна быть через месяц. Мы можем в ней очередной опять собраться и так далее. И на очередной сессии произойдет ровно то же, это будет третья серия сегодняшнего Марлезонского балета. И поэтому, понимаете, а город-то стоит, а это все идет. И за это время, пока мы с вами сейчас вот это все обсуждаем, произойдет уже не 6-10 новых изменений, а еще. И когда нам в следующий раз на Минюст вернет обратно по истекшему периоду и еще снова выносимые изменениями, мы в этом с вами укопаемся по самой вот таку. И тогда мы будем еще долго с вами обсуждать. И в новый финансовый год мы войдем и без устава в ненесении изменений. И по бюджету мы тут будем бодаться, уметь тому, чтобы консолидировать свои силы. Мы же с вами все пореально понимаем, каждый из нас понимает всю ситуацию. И где-то какие-то поиски мы делаем, а вот тот виноват, а вот этот. Да если они виноваты, да если Ярослав Анатольевич виноват, Инна Игоревна виновата, да они будут и отвечать тогда за это. Мы же только одобряем либо недобряем. Вот здесь все говорят, вот я и сразу говорю, это юридическая составляющая. Кто из вас сидящий здесь юрист, который может вот так проработать с документом. Мы сидим в школах с уставами, у нас тоже есть уставы, мы тоже вносим изменения. И мы тоже даем юристам на консультацию, потому что мы не имеем правового образования. И выглядеть в глазах других людей, ну мягко сказать необразованным, это неправильно. И сегодня, я еще раз говорю, такая ситуация получилась. Но давайте посмотрим, есть вот он, я не знаю, там доверие, но все отдали. Мы все понимаем сейчас, что произошло, я считаю, у нас делается, пишутся объяснительные. Почему? Одни прислали это, другие не прислали туда, за этим всегда стоит кто-то, кто что-то сделал не так. Шестеревка где-то не сработала. И поэтому сегодня, вот относя это теперь уже на ноябрь месяц, а мы с вами еще не знаем, как развернется ноябрь по ковиду в городе Воркуте. И как каждый из вас сидящих, мы сегодня собрались более или менее в таком составе, половина, кто не сидит, они лежат вот там вот в ковидном, больные. И мы не знаем, как мы сидим, и тоже не хватит голоса, а потом все это делать. И будем мы с вами так сидеть, и 1 января встречать вот это все. Поэтому, знаете, вопросы очень ответственные. И если сейчас предложат, а давайте опять пройдет 2 дня, и мы соберемся, ну вы извините, это уже признак глубокой некомпетентности людей, сидящих за этим столом, и моей в том числе. Себя ответственность не снимают. И поэтому делается так. Либо мы закрываем двери и обсуждаем хоть всю ночь с вами здесь все, и какие-то вопросы решим. Мы все все не закончили, мы перерывы можем объявлять сколько хотите. Я не знаю, как это надо делать. Но то, что сегодня представили и сказали, и мы немножечко вот так вот думаем о каких-то личных амбициях, и не подумали о городе, не подумали о жителях. Вот тут обсуждается, говорит, я не читала, не читаю вот это все, желтую прессу, по поводу того, что там обсуждали в городе внесение о жителе. Да жителям по этому уставу, знаете, им главное, вон свет горит сейчас на улице Ленина, им главное, что в магазине кушать есть, им главное, что зарплату платят. А вы посмотрите, в одном уже из муниципальных, уже зарплату людям не заплатили. И там люди уже решают более знаковые вопросы. А что мы с вами будем делать, когда мы окажемся у разбитого корыта? Мы все понимаем, какую непростую ситуацию. Поэтому, конечно, здесь можно говорить, обсуждать очень многое, но то, что произошло... Можно реплику небольшую? А, Марина Борисовна, я полностью с вами согласен. И, наверное, вы со мной тоже согласитесь с том, что мы сейчас увидели. Есть недоработка со стороны... С одной стороны, значит, там правовой отдел. И опять вы, наверное, со мной тоже согласитесь, да, все присутствующие, в том, что... Да, мы не юристы. Но, наверное, каждый из нас должен хотя бы иметь малейшее какое-то представление, за что он голосует. Вы согласны со мной или нет? Конечно, конечно. Вот поэтому и возник такой конфликт. Ну, конфликт, обсуждение. Это обсуждение, да. Поэтому винить присутствующих депутатов здесь всех подряд в том, что виноваты я не стал бы. Я не стал бы на самом деле. Мы просто... Я в том числе... Я православно воздержался. Я хочу разобраться. Если вы заметили, в прошлом сессии, я был во фракции Единой России, я тоже по отдельным вопросам не поддерживал партийную дисциплину. У меня есть свое мнение. Я хочу понимать, за что я голосую. Я также болею за город. Не меньше, чем кто-либо здесь присутствует. Согласна с вами, Владимир Ильич. Ну, тогда сразу вопрос. Вы дочитали в начале с нами. Мы разобрали и рекомендуем. И я вам доверяю. Совершенно верно, да. Но Геннадий Сергеевич, да, не предоставил. Опять мы вернемся эти документы. И полно воздействия. А мы только сейчас выяснили о том, что была старая редакция и новая редакция. А разослали старую, которую у нас на руки. То есть, одну минуточку. Техническая сторона, но, извините, это вопрос серьезный. Это основной документ города, как вы правильно сейчас сказали. Замечу, что вы сейчас говорите, нам нужно кто-то спешить, спасать город. Нет, ты так не сказала, вы лукавите. Смысл такой же, что мы в Новый год войдем без. Последние изменения были приняты в 2018 году. И сейчас до 2021 года ничего не произошло. Жизненно важных каких-то по обеспечению города изменений я там не нашел. Так что, извините. Пусть представляют. Вот вопрос в том, что поднимали на прошлой сессии. Вовремя представляют документы, чтобы мы могли их изучить. И те документы, которые должны быть. Я имею в виду про жизнь людей, чтобы кто-то умрет сейчас. Акцентируйте внимание на профессиональном подходе со стороны правового отдела, например. Я понимаю, да, я вам говорю, вы специалисты. Чтобы было всем все понятно. Так, уважаемые депутаты, ко мне претензия, что я даю слово, кому-то даю, кому не даю. Первый поднял Алина Евгеньевича, потом поднял Геннадий Семеновича. Потом номер ты Казимирович подняешь. Что я сделал, ребята? Так, я прошу слова, Игорь Георгиевич. Пожалуйста. Значит, уважаемые депутаты, у нас 28 пунктов изменений, правильно? По каким пунктам у вас есть сомнения? По всем сейчас. По всем? По всем. По всем по 27 изменений. Конечно, по всем. Потому что я не знаю, какой документ мне дали. Давайте будем разбирать. Предлагаем, как я раздумаю. Нет, нет. Мы уже проголосовали, идем дальше, ребята. Тогда давайте... Проголосовали по этому вопросу. Проголосовали. Дальше это забудем про детей. Давайте мы будем сегодня тогда все разбираться. Давайте про детей дальше. Давайте проголосуем, потом забудем про детей и... Дмитрий Сергеевич, не кощуствуйте про детей. Я не кощуствую, я говорю, давайте дальше про детей. Я за своим выражением это очень так серьезно. Можно, да? Не мне рассказывайте, что мне сомнение, а что нет. На данный момент, если так срезюмировать, мы разобрались в этой качественной ситуации, вот этот устав, решение, которое сейчас, как вы сказали, здесь уже все нормально, хорошо, в данный момент мы всегда упирались, что там какие-то большие умные дядьки должны дать свое заключение. То есть не мы даем, а где-то там. Грубо говоря, сейчас вот это есть, если здесь все хорошо или плохо, это будет разбираться не в Иркуте, это будет разбираться в Сыктывкаре, в Минюсте. И если они все прочитают, как вы сказали, да, то есть все изучат, если что-то не так, они нам вернут, грубо говоря, не мытьем голову будем забивать себе, а там. И они нам пришлют и скажут, ребят, здесь ни то, ни то. И оно будет изменяться до тех пор, пока их не устроят. Это неизбежный процесс. То есть на данный момент, чтобы вот эту тягомотину не устроить, мы как бы проголосовали, да, все, мы проголосовали за то, что мы им отправляем, мы не принимаем его, мы им отправляем на согласование. А уж когда нам вернут доработанное, ну, изменение, и тогда, когда мы уже придем в конце, мы сейчас отклонили, отклонили полностью, вы что-то. Нет, мы отклонили. Знаете, следующий вопрос. Нет, просто так не стоим, мы отклонили. Отклонили, что мы никуда не отправляем. Мы на доработку отправили. Если мы отправляем это решение, они там уже спират. Пусть пера предоставят, мне нужно теперь посмотреть, какой толщины, что к чему, недельки две. А вы думаете, подождите, я до этого не спал неделю, что вы смеетесь? Вы читали его? Вот давайте начнем с того, что честно, положа на руку. Сделать сравнительную таблицу я попросил у Инны Игоревны. Я говорю недели две, потому что мне нужно отоспаться пару дней еще после этого. Я не спал уже неделю. Вы не знали? Нет, я только не знаю вашего образования. Образование, наличие диплома не говорит об образовании человека. То есть не стоит переходить на такие вопросы. Я вам скажу. Давайте, у нас получается театр одного актера. Да. Давайте вот оставляем куда-то. Вот Андрей Владимирович, Владимир Альбертович, Владимир Викторович. Уговаривать. Вот он принимал, как будто бы уговаривал. Понимаете, почему? Так только что проголосовали, ребят. Я уже не обождился. Извините. Вы с какими я ответил. Я уже говорил. Я не люблю работать с документами. Вот так, а чеку. Мне понадобилось, извините, более полчаса, чтобы понять, что все-таки в пункте 25 ошибки нет. То есть последний абзац, вот первой странице. Там нет ошибки. А сначала я посмотрел, вроде ошибка есть. Но время-то надо. Владимир Альбертович. Секундочку. Я не люблю, когда меня подгоняют. Это раз. Второе. Если машина едет, это, конечно, интересно. Но мне интересно, почему она едет. Что ее заставляет. Так и здесь нужно разобраться. Почему это сделано и на основании чего. Хотелось бы еще получить именно Викторовна сравнительную таблицу. Нет. Ну смотрите, вот сейчас если переносить на 25 ноября, но это очень долго. Давайте на 8 число. Значит, давайте соберемся. Две недели. Две недели. Порожните. Можно позже? Я возвращаюсь к 9. Ну хорошо. Нет, ну вот сколько надо дней, чтобы... Я бы вас запрашиваю, можно без меня. Владимир Альбертович, я же говорю, можно 9 числа. Понимаете, сейчас на 25 выносить, а там опять какие-то будут. Это будем оттягивать и оттягивать детей. У меня вопрос, в чем такая спешка? Жизненно обеспечив... Там вопросов по обеспечению таких жизненно важных я не вижу. Вы нас как-то поталкиваете, поталкиваете. Я говорю, недели две изучить. В прошлый раз я спросил, чтобы нормально изучить. Недели две. Нет, давайте, давайте, давайте. Вот не понимаю вопрос, что оттянется до 25 числа? Что изменится? Потому что 25 будет то же самое. Разобраться? Нет. Если будут косяки, то будет то же самое. Если не будет косяков, нам пришлют и скажут, что все изменили в соответствии с тем, с тем. Есть пункты, по которым я не согласен отдельно. И Минюст их не завернет. Я знаю, это решение наше. Но я считаю, что для моих избирателей и для жизни города неправильно этот вопрос поставлен. Уже большинство проголосует. А есть вопросы, которые, извините меня, надо рассматривать. И как вам сказал Владимир Альбертович, он работает с, я не знаю, с ноутбуком, с законом. Я также открываю консультант плюс и смотрю, что, к чему, как. Почему? Есть куча ссылок. Мы статью откроем, не всегда понятно. Нужно переходить по ссылкам. Вон пример приводил, да, как Библия. Там есть сносочки. Сравнивать с тем, с тем, с тем, к чему это ведет. Все, я вам просто... Все, кто вы нас... Ладно, успокоимся. Я вам просто говорю, что нужно время. Мне минимум недели две. Но лучше тогда 25-го мы уже сядем и конкретно разберем полностью. Можем перед 25-м собрать комиссию. И я скажу, согласен, не согласен. У вас, если вы должны кружиться возле вашего мнения? Где вы видите 24 депутата? Я вам сказал свое мнение, я вам не говорю, не навязываю. А получается, тут навязываете вы со всех сторон. Мое мнение не считает? Хотелось считать. Считается. Но мнение Князева тоже нужно обучить? Мое мнение Копасова, Чиркова. Вот я никому не говорю. Игорь Беоргиевич. Здесь воспитательный мая, цель самому надо заниматься. Владимир Владимирович, можно тоже так обменяться? Мы с вами не в... Ну, это вот как бы не первый созыв, в котором мы с вами сидим. Это уже, да? Присутствуем. Вот не вижу слова сидеть. Сидел, да, я тоже присутствуем. Работаем. 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 Уже не первый созыв. И еще раз говорю, обсуждали, все смотрели. Ну, вы знаете, и разные люди были очень уважаемые. Нами и были разные дебаты. Но вот сегодня возникает такой вопрос, понимаете? А я вот на следующий вопрос скажу, что я с этим не согласна. И я вот прошу еще, да, вот все остальное. Понимаете, есть люди, специалисты, которые это все делают и знают. Опять до 25-го числа. Мы не знаем, как будет разворачиваться. Время, к сожалению, Геннадий Сергеевич работает все равно не на нас. Почему вы говорите, вот так торопит вас? Вы поймите, вам же только что сегодня ответили, что очень много изменений идет в законодательстве. И чем больше мы оттягиваем время, я так понимаю, может я ошибаюсь, и чем больше мы оттягиваем время, тем больше изменений происходит, и тем больше изменений надо будет вносить. И вы такое ощущение говорите, это мое личное мнение, что я не понял, разобраться, почему вы, разобравшись с этой ситуацией, вот сейчас и принесли, ну нам не разослали, не показали нам все это остальное. А вот сегодня, ну де-факто, вы наставите перед фактом на сессии, мы услышали мнение уважаемого депутата здесь и услышали мнение уважаемого депутата здесь. И у нас получилась ситуация вот так вот, да, ну не сложилось ничего. А можно было же отправить нам? Вы же нам отправляете многие документы, мы читаем, которые вы отправляли, у вас есть электронки наши. Почему? Я его только закончил, сегодня в 3 часа дня, обзвонил, позвонил Андрею, позвонил Владимиру, всех обзвонил депутатов, ну фракции КПРФ, и сказал, ребят, вот у меня есть, хочу вам показать, может вы меня поправите. Они открыли свою бумагу вот эту вот, которую представляли, проект, и мы сравнивали, быстро пробежались, да, есть нестыковки, вот. И я сказал, что я уже не успел бы вам отослать. Сейчас приеду, я вам всем отошлю. Вот эти документы, эти, эти, все, что я подготовил, я всем вам отошлю. Но закончил я сегодня только в 3 часа, я быстренько распечатал, не успел всем. У меня бумага и принтер, извините. Так вот принес вам. Уважаемый, давайте продолжать сессию. 25-го у нас сессия, 25-го ноября. Я предлагаю числа 10-го, 12-го собраться, собраться в рамках такой-нибудь комиссии и пройти все эти вопросы. Предложение. Я прошу еще раз, мне, пожалуйста, таблицу, вот эти документы, я тогда... Смотрите, по 5 раз не надо. Все, нет, я к чему говорю, я приготовлю тогда уже к вот этой комиссии, которой вы говорите и предоставлю вам. Расскажу, что будет. Будет, например, комиссия 15-го числа, вы придете сюда и скажете, я приготовил всем таблицу, я вам завтра отправлю. А, ну тогда не буду отправить, хорошо. Тогда 25-го уже здесь будем говорить. Все, все, забираю слова обратно. Уставь, кто принимается, потом проходит время, которое должны опубликовать, и потом еще месяц или полтора, 20-40 года, будет смотреть еще Миньюз. Забираю слова обратно. Не буду никому. Последние изменения были в 18-м году. За три года ничто такого не произошло. А сейчас произойдет. Давайте без уплеков друг друга. Давайте конкретно решать вопрос. Все, давайте дальше. Сказал. Какие вы привыкли? Игорь Георгиевич сказал, давайте дальше. 25-го. Все. Упричать. Ина Игорь, а я сейчас... Ина Игорь, сколько вам надо сделать сравнительно? Сопоставительная таблица отправлялась. Можно открыть письмо Минюста и сравнить с опоставительной таблицей. Всяка все у нас станет... Вам только что показали сопоставительную таблицу, которая предоставлена? Сопоставительная таблица. Там изменилась формулировка слов. Вы возьмете письмо Минюста и увидите эти изменения. Но пройдите решение. Сколько надо времени сделать? Я проработаю. До связи. Вот по этому новому. Ну сейчас не готово. До 25-го будет готово. Ну сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Вот давайте. До пятницы пришлют. Это у нас будет пятница, почта, 29-го. Давайте у нас 14-е, 21-е, это воскресенье. Будет 14-е воскресенье, 21-е воскресенье. Давайте там, там, 17-е. Наследуем, 17-го числа. Комиссия? Да, давайте соберемся, как часов в 5-е. То есть, может, желательно все проведем неочередное собрание постоянных комиссий. Мы все это просмотрим. Геннадий Сергеевич, если вы что-то найдете, пришлите, пожалуйста, всем на реку. Или пишите на урок отдела, пускай вы в отделку 4-й. Я сначала сказал, что я поработаю, вы сказали. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Одну минуту, зачем меня упрекают? Зачем меня упрекают? Одну минуту. Надо упрекать, работайте сами. Дайте слово. Причем не надо обидеть. Что плохое, если ты, допустим, какой-то материал, или часть материала, тебя стоят раньше, проработали, или часть, допустим, не вот это, то есть, так и полтаблицы проработали, согласились, не согласились. Идем дальше. Я это сказал, что я сделаю. Мне что сказали? Я говорю, забираю слова обратно. Все. Геннадий Сергеевич, потому что будет так же, как сейчас, как сейчас, на сегодняшний сессию. Вы в четверг не заизволили явиться. Вы меня упрекаете тем, что я предупредил, я не могу в четверг, предупредил всех. Давай, я предлагаю, пожалуйста, ответить за второй вопрос, потому что мы сейчас унесли. Так, ну еще один вопрос.